Напомню, трагедия произошла 25 мая на реке Лименко во время школьного похода учащихся 7 класса 75 школы. В те дни стояла аномальная жара и некоторые ребята пошли купаться. В основном это были те школьники, кому разрешили зайти в воду их родители, участвующие в походе. Погибший мальчик тоже нырнул и не вынырнул. По материалам уголовного дела смерть наступила в результате асфиксии. Такие вещи, как поход, особенно несовершеннолетник, связанный с купанием в реке, он очень жестко регламентируется. Во-первых, правилами внутреннего трудового распорядка, соответствующие приказы распоряжения об определении такого вида мероприятий. И кроме этого, постановлением правительства Архангельской области правила поведения на водных объектов. Данные правила были нарушены, вследствие чего произошли трагические последствия в виде гибели несовершеннолетней. В этот трагический поход школьники ходили вместе с классным руководителем, родителями и специалистом Центра детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения. Именно педагог Центра, который сейчас уже на пенсии и был признан виновным в гибели 13-летнего мальчика, так как являлся организатором мероприятия. Кстати, как рассказали свидетели, и суд принял этого внимания. В первый раз женщина вывела ребенка из воды, но как только отвернулась, он вновь зашел в реку. Да, дело в том, что были приняты все меры, которые необходимы, но вместе с тем следствие пришло к выводу, что нельзя было допускать самого факта купания. Потому что для того, чтобы допустить купание, во-первых, дно должно быть обследовано. Кроме этого, педагоги, умеющие хорошо плавать, должны сами еще проплыть, посмотреть, чтобы не было каких-то препятствий. Должен быть соблюден температурный режим. Все это было сделано, не было сделано. Поэтому в прямой причине следственной связи находятся указаны нарушения с трагическими последствиями. Свою вину женщина полностью признала, потому дело рассматривалось в особом порядке. Также при вынесении наказания были учтены положительные характеристики. За причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. А вот заниматься педагогической деятельностью женщина не сможет уже никогда. В законную силу приговор вступит через 10 дней, то есть в конце следующей недели. До этого времени его можно обжаловать.